Хлеб не только всему голова, иногда он может стать головной болью для покупателя. Неприятный сюрприз ожидал одного из ярославцев. Когда он, решив пообедать, разрезал буханку и обнаружил в ней то, что в состав хлеба входить совсем не должно. Обо всем по порядку далее. Как бы корочку отрезал, решил еще немножечко отрезать хлебушка, но в итоге, вот видите, что мы наблюдаем. Буханку с привкусом металла Юрий Крылов приобрел на днях в одном из магазинов крупной торговой сети недалеко от дома. На этикетке значится «Хлеб украинский новый». Такой новизны Юрий не оценил. Просто порой удивляешься, как у них там линия работает, запчасти у них все в норме, работает все. Не упало ли что-то, не сломалось, просто даже и смешно, и горько, чем почва нашего потребителя. Это, я не знаю, хлебозавод номер один, наш Ярославский. Представители хлебозавода отпираться не стали и признали сразу – да, хлеб – их производство. Но такой инцидент, по их словам, происходит впервые. Вы видите, мы вчетвером приехали. Нам только позвонили в лабораторию, мы приехали вчетвером. Начальник лаборатории, начальник производства, главный инженер, главный механик. То есть люди, которые несут ответственность за все, что происходит. Старейший завод в области, по словам представителей, работает на самом современном импортном оборудовании. И никаких поломок и остановок линии в эти дни не было. Поэтому буханку было решено отправить в заводскую лабораторию. Это, скорее всего, крепление отвалилось с заслонки. А что за металл? Она вообще как-то вредная или что? Нет, все металлы у нас проверяются. Все оборудование у нас имеет сертификаты. И только пищевые используются материалы. Отбраковать такое изделие, говорят, на заводе было в принципе невозможно. Деталь находилась внутри. И визуальный контроль буханка прошла без проблем. Директор предприятия заверил, в будущем такого повториться не должно. Конечно, теперь мы проанализируем это все. Будут придуманы новые защитные ограждения, которые в дальнейшем будут это исключать. Завод, по словам директора, готов принять и претензию покупателя. Юрий Крылов хлеб любит и отказываться от него не собирается. Но, говорит, сегодня же вновь пойдет в магазин и сделает контрольную закупку. Марина Ромагина, Алексей Славьев, Вести Ярославль.